Добрый день, как давно не виделись, как я понимаю, мы там, насколько я помню, 6 октября делали операцию. Сейчас прошло, как я понимаю, практически полгода. Да, прошло полгода после операции, после второй моей операции, которую уже сделали вы. И ощущения прекрасные, моя жизнь разделилась опять на до и после, но в лучшую сторону. Насколько я помню, на первичном осмотре прозвучала такая фраза, что были большие такие заплаканные глаза, было типа такого, что доктор, моя жизнь рушится, потому что та операция, которая была сделана по поводу геморроя, если я правильно помню, да? Геморроя, анальная трещина, после родов, да. Да, она разделила жизнь там на до и после, да, и вроде уже потом, как я помню, в раннем операционном периоде звучала фраза, что практически сразу же после операции жизнь вернулась в прежнее русло. Да, все верно. То есть на память не подводит. Да, напомню вам свою историю, которая была 6 июня, как сейчас помню. Мне сделали первую операцию в государственном медицинском учреждении. После этого жизнь стала, ну это была не жизнь, а существование. А она сразу же стала? Нет, сразу. Сразу же? После операции? Сразу. После операции моя жизнь превратилась не в жизнь, а просто в существование. Проблемы были в чем? Проблемы были в том, что неверные. Что мешало жить? Боль. Боль когда? После операции, которую мне сделали 6 июня. Боль в покое, после похода в туалет? Всегда. Всегда. Постоянно болела? Постоянно болела? Постоянно болела, постоянно кровила, постоянно, это был дискомфорт, чтобы вы понимали, я просто ревела в подушку. Вопрос следующий. А вот пока шел период страданий, да, после вот первой операции, видимо какая-то медицинская помощь, то все равно там надо, можно же было кому-то ходить, можно же было кого-то что-то консультироваться, но не был же человек брошен, да, в данной ситуации? Ну, во-первых, мне не был назначен повторный прием послеоперационный. Средства, которые назначили для реабилитации медицинские, это были самые простые, это венотоник пропить и облепиховая свечка. Ну, то есть все. Чтобы попасть на повторный прием к специалистам, которые меня оперировали, это нужно было опять идти в поликлинику к хирургу, чтобы он опять сделал свой осмотр, опять дал мне направление, опять надо было записаться и так далее. Но, помучившись два месяца, я решила пойти в платную клинику государственную на прием, в надежде, что тебе помогут. Жизнь наладится? Жизнь наладится. Я уже страдала два месяца, повторюсь. Жизнь не наладилась. Там осмотр сделали такой, что мне стало еще хуже. Соответственно, кроме осмотра мне назначили три обследования. Это трузи, колоноскопия и какое-то обследование, я не знаю, как оно называется. Сфинтерометрия. Да. Чтобы понять, есть тонус сфинтера или нет. Как я знаю, что эти три обследования, они также идут с проникновением в зону, которая болит. То есть даже от этих мыслей тебе уже становится страшно. Все-таки потом, как я помню, вы пришли ко мне. Буквально через несколько дней после осмотра, вот как раз... Спустя месяц после того приема, я наконец-то попала в руки Михаила Юрьевича, который меня спас. И жизнь моя разделилась на до и после. Что немаловажно, прооперировали меня буквально через несколько дней после осмотра. И вечером этого же дня моя жизнь заиграла новыми красками. Насколько я помню, в саму операцию мы сделали лазерную деструкцию структуры анального канала и ввели ботулинотоксин как раз в волокна сфинтера, для того, чтобы снять тот спазм сфинтера, который у нее как раз сформировался в послеоперационном периоде. Ну, прямо на операционном столе рана уже выглядела совершенно адекватно. Ну и потом эффект был закреплен уже непосредственно в правильном послеоперационном периоде. Потому что потом все осмотры, которые проводились, они уже были совершенно менее болезненны, чем до этой операции. И процесс позывов к походу в туалет не вызывал того самого неприятного ощущения, паники и желания плакать и всего остального. Вот. А вот теперь вопрос следующий. А вот теперь прошло уже, ну, пять месяцев, да, практически, ну, уже полгода, можно сказать. Да. А сейчас вот если взять и вот ощущение, как бы, ну, качество жизни и не вызывает ли поход в туалет такой паники, как раньше? Никакой паники, никакого страха. Естественно, ни о каких слезах и так далее не может идти речь. Ну, на самом деле, могу сказать следующее, что вот этих пациентов, которые уже сталкивались с оперативным вмешательством и получили по исходу какое-либо осложнение, а чаще всего это структура, то их видно сразу, видно их недоверие врачу, видно их страх, видно их там скептическое отношение к операции, но это нормально. И это, наверное, самая благодарная группа пациентов, потому что, когда они получают все-таки свою жизнь, опять обратно, качественную и безболезненную, то это, наверное, самые, ну, наверное, благодарные пациенты из всех, потому что те, кто прошел через страдания и выстрадал это все, и потом пришел к качественной жизни, ну, наверное, это и есть вот те пациенты, ради которых стоит работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!